Можно просто купить и ходить каждый день в церковь, молиться, чтобы биткоин взлетел. На таких ситуациях можно зарабатывать очень много денег. В принципе, я редко стригусь. Последний раз я, наверное, стриглась около года назад. Смотрите, выложила видосик, 8897 просмотров и 10 тысяч лайков. Это значит, что каждый, кто посмотрел, поставил примерно 1,2 лайка. Не состыковочка, по-моему. Круто. На самом деле, за такое количество лайков я хочу очень прям поблагодарить от души Кирилла Эванса. Моя цель по хайпу, моя цель по оживлению аудитории, в принципе, выполнена. Считайте, я столько времени нормально не снимала на этот канал, а тут буквально за один видосик у меня плюс 200 подписчиков. Ну и не сказка ли? Только меня обижает одно, что некоторые реально думают, что это я сама себе накрутила просмотры, но давайте мы проследим такую ниточку событий. Крипта Барбоса, 24 тысячи просмотров и 30 тысяч лайков. Также Крипта Барбоса, 40 тысяч просмотров, 31 тысяча лайков. Ридван, Дженезис, 72 тысячи просмотров, 63 тысячи лайков. На самом деле, Кирилл, я не знаю, для чего ты это делаешь. Скорее всего, он думает, что не будет из-за этого видео попадать в топы поиска. Но по факту вам я скажу, выложила видео, у меня шло стандартное количество просмотров. И как только вот эта вот фура с лайками разгрузилась, у меня как поперли комментарии, лайки, дизлайки. Круто вообще. Я прям рада. Я очень рада. Я как бы убила двух зайцев. И высказала свое мнение об этом человеке. И получила подписчиков. И тут же хочу поблагодарить всех, кто подписался, всех, кто понял. Всех, кто понял Стёп. Друзья, оставайтесь на моем канале, смотрите, пишите в комментариях, что вам будет интересно. Обязательно буду снимать, показывать, рассказывать. Вот никакой милоток. План по видео также можете посмотреть чуть ниже. Перематывайте на ту часть, которая вам будет наиболее интересна. А мы начинаем. Мне 24 года, уже несколько лет я зарабатываю в интернете. Мои источники дохода это трейдинг. До этого был трейдинг на бинарных опционах. Сейчас это уже взрослый трейдинг, форекс и так далее. Мой источник дохода это партнерские программы и инфобизнес. Да, я не скрываю того, что я зарабатываю на партнерской программе. Бинарок мне капает ещё практически на всех брокерах, на которых я торговала до сих пор. Запускаю сейчас таргет, хотя не показываю в видосах там бинарки и так далее. Да, мне капает с партнерских программ. И также сейчас лью трафик на партнерские программы. Форекс, там, криптобиржи, байнонс и так далее. Да, я снимаю видео, чтобы продавать какие-то инфопродукты. И ничего в этом зазорного не вижу. Я для себя выбрала путь заработка в интернете, большого заработка в интернете. У меня в 24 года есть своя собственная квартира. У меня в 24 года есть возможность путешествовать в любую точку мира, когда я захочу. Ну, поправочка небольшая, если границы не закрыты. У меня в 24 года есть то, на что люди там в 40, в 50 не могут заработать. И да, я считаю круто, что я выбрала для себя путь заработка в интернете. Как раз таки в трёх, по моему мнению, самых перспективных направлениях. Это трейдинг, инфобизнес и арбитраж трафика. Если вы хотите двигаться в заработке в интернете, почитайте про эти три направления. Я думаю, что-то вам точно подойдёт. И хочу зачитать пару комментариев ваших под видео про Эванса. Защитываем автору присутствие и отсутствие аргументации по теме. Просто навалило несвязанный мысленный вентилятор. 12 минут выброшенного из жизни времени. Я очень сильно извиняюсь. Мне искренне жаль, что вы драгоценные 12 минут потеряли на просмотре такого шлака. Этот видос ни о чём. Вам всем далеко до него. Вы все обзавидовались. Он, конечно, не Ванга, но приятнее вас всех мелких 3D ряд. Так, мне до него примерно 850 километров, 900 метров. Плюс-минус. Блин, ну тут слишком много букв, мне даже лень читать. Много букв. Не хочется буквы читать. Просто убил время на просмотр данного ролика. Ребят, открой такой секрет, что когда вы начинаете смотреть какое-то видео, если понимаете, что вы убиваете просто так свое время, можно просто выключить это видео и не смотреть дальше. Плохо выглядишь и плохо говоришь. Простите, извините. Делай свой контент и считай свои деньги. Я этим и занимаюсь, представляете? Я делаю свой контент. Даже когда я кого-то обсираю, я все равно делаю свой контент и считаю свои деньги. Ксения, на вас тоже разоблачений хватает. Я по вашим сигналам в закрытой группе слил немало. Теперь ни в какие группы не вступаю. Спасибо вам за науку. Да и стрижетесь вы с Эвенс, похоже, у одного парикмахера. Что в этом плане? Парню простите, на девушке фу. В принципе, я редко стригусь. Последний раз я, наверное, стриглась около года назад. Да, я засвечиваю себе лицо. Да, я накладываю фильтры, чтобы скрыть недостатки кожи, чтобы скрыть воспаление, чтобы скрыть акне. Как бы я это не скрываю, надеюсь, что больше не будет возникать такого вопроса. Так, переходим к следующей части видео про крипту. Сначала порассуждаем, и уже потом мы перейдем с вами на график и посмотрим, что у нас по прогнозам. Первое, что хочется сказать и отметить, что абсолютно все люди, кто сейчас что-либо говорит про крипту, там, да ну это лопнет, это обанкротится, или да ну взлетит ракета, там, будет стоить 200 тысяч баксов один биткоин, все люди гадают. Никто сейчас вам не скажет, что будет с биткоином, что будет с криптовалютой. Никто этого не знает. Просто никто. Две вещи, на которых сейчас держится биткоин, это вложение инвесторов и вера. Вера людей в то, что это будет ракета вверх. То есть, по сути, ничего за биткоином нет. Нет никакого подкрепления. И в данный момент, если мы рассматриваем биток для спотовой торговли, если мы рассматриваем биток просто, чтобы покупать и держать, я воздерживаюсь. Я наблюдаю за рынком, я жду каких-то глобальных, либо новостей, либо каких-то глобальных изменений. То есть, на данном этапе недостаточно крупных игроков на рынке криптовалют, чтобы что-то сделать с ценой биткоина. Сейчас никто вам точно не скажет, где цена окажется через месяц-два к Новому году. Можно просто купить и ходить каждый день в церковь, молиться, чтобы биткоин взлетел. Я не хейтер криптовалюты, но и не криптофанат. Я пока что жду и выжидаю. Да, я планирую сейчас на фьючерсах поторговать, посмотреть, что как. Да, я открываю на форексе по битку, но пока что не могу придерживаться какой-то стороны. Просто жду. Интересно наблюдать за комментариями по типу «В 2010 году там биткоин стоил столько-то, вот сейчас заработали столько-то». А давайте мы вспомним всеми любимую МММ. Пирамиду, где тоже люди такие «Ох, там месяц назад сколько этот фантик стоил, сколько он стоит сейчас, сколько денег мы просрали». По сути, если отключить все вот эти вот позитивные мышления, что биток рванет, что это будет валюта будущего, это так сейчас и выглядит. Все люди такие «А вот год назад говорили там, что 15 тысяч это много для битка». Вы не знаете, когда окажется пик. Вы не знаете, где тот потолок. Игра в долгу с криптовалютой и с битком – это только фундаментальный анализ. Все вот эти технические, там, треугольники голова и плечи и так далее – это все заработок здесь и сейчас. Но не забываем такую штуку, что фундаментальный анализ всегда, просто в 100% случаях, будет сильнее, чем технический. Даже мы вспоминаем, каждую первую пятницу месяца, когда выходит Nonfarm, это данные по безработице вне сельскохозяйственного сектора США. Вспоминаем. Какие бы уровни, что бы у нас ни было, но новость выходит, и график просто как бешеный пробивает все эти уровни, пробивает все фигуры, ничего не отрабатывает, кроме движения по новости, кроме движения по фундаментальному анализу. Но опять же, технический анализ, он помогает зарабатывать здесь и сейчас. То есть вы просматриваете на разных таймфреймах, какая ситуация, какая фигура вырисовывается, и можете просто лонговать, шартовать, лонговать, шартовать от уровней по скальпингу. В общем, если у вас остались какие-то здесь вопросы или непонимания, пишите в комментах, а мы переходим к следующей части видео. Открываем график биткоина и смотрим, что с ним произошло. 11 июня я выложила запись, что следующая остановка по битку будет 27 770 долларов за единицу. То есть что спустится вот до этого уровня цена. Далее я снимала видео, показывала, что цена должна подняться до 44 тысяч, но она развернулась немножко раньше. В принципе, те фигуры, о которых я говорила, отработали, но не дошла, к сожалению, до нужной нам точки. И что мы видим сегодня, друзья? Цена спустилась до 28 582 долларов. То есть, по сути, я ошиблась где-то на 700 долларов. Да, обидно ошиблась, но в целом, в целом, прогноз был верный. Посмотрите, какой уровень поддержки. Цена сейчас от него оттолкнулась. Давайте посмотрим на 4-х часовом таймфрейме. Также у нас здесь уровень. И, в принципе, вот от этого уровня, от этой зоны поддержки сейчас можно открываться и выставлять тейк профит вот у данного уровня сопротивления. Но если вернячок, прям вот у 39 тысяч. В принципе, все. Я даже не знаю, что вам здесь еще сказать. Просто, что сейчас можно открываться в лонг, выставлять тейк профит здесь. Стоп лосс где-то на 27 500. Стоп лосс 27 500. Тейк профит 39. Если хотите чуть больше заработать, то тейк профит на 40 400 выставляйте. Вообще, я скажу вам так, что если вы хотите зарабатывать или инвестировать акции не акции, изучайте технический анализ. Поймите просто уровни. Посмотрите, какой шикарный флетовый коридор. просто шикарнейший. На таких ситуациях можно зарабатывать очень много денег. Если вы разберетесь хотя бы в одной теме прям четко в трейдинге, это уровни поддержки и уровни сопротивления, у вас жизнь и торговля заиграет другими красками. В общем, ладно, это видео будет подходить к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте огромный пальц вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok